Попал в изолятор и проглотил ложку. В результате Антон загремел на хирургический стол. В принципе, как и хотел. Осужденного из Барнаульской исправительной колонии наказали за курение в неположенном месте. Поместили в штрафной изолятор. Заключенному это не понравилось. Говорит, там нельзя было даже позвонить родным. Ему захотелось в больницу в более комфортные условия. Правда, для этого пришлось рискнуть здоровьем и съесть ручку от столовой ложки. Даже колонию и больницу сравнивать здесь намного лучше. Здесь все врачи относятся так, как будто ты не осужденный, а просто пришел на прием. Этого не хватает? Да. В колонии не хватает. Там ты действительно отбываешь наказание за... А здесь к тебе как вольному человеку относятся. Инородный предмет, который хирурги достали щадящим путем, при помощи ФГДС мог повредить желудок. Ликомысленный поступок, о котором Антон теперь жалеет, мог привести к инвалидности или даже смерти. Как нам рассказали медики туберкулезной больницы, подобные случаи происходят в колониях по всему краю. В стационаре для заключенных накопилась даже целая галерея снимков с канцелярией, строительными и бытовыми предметами, которые глотают осужденные. Скобы от кроватной сетки, проволокой, шурупы, ножницы и 20-сантиметровый гвоздь. С ним заключенный проходил целую неделю. Все это время он был в желудке. Гвоздь мог в любой момент протнуть жизненно важные органы. Заключенный едва не умер, но повезло. Только в прошлом году инородные предметы успешно извлекли у четырех заключенных. А за 50-летнюю историю туберкулезной больницы медики достали из организмов осужденных около 100 острых предметов. В основном протестное, я еще раз говорю, демонстративное поведение. То есть они протестуют против каких-то режимов, против порядка, против каких-то личных проблем. То есть у человека личные проблемы. Он таким образом проявляет протест и заявляет о себе. А заявлять о себе не только опасно для жизни. За члена вредительства, именно так называют опасные игры с острыми предметами, грозит наказание. В этом году краевой туберкулезной больницы, куда доставляют заключенных со всего Алтайского края и Республики Алтай, исполняется 55 лет. Это многопрофильный стационар. Заключенные получают здесь самую разнообразную медицинскую помощь. Правда, в особом почете, как мы поняли сами и как рассказал начальник больницы, терапевтическое и хирургическое отделение, они заполнены всегда. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.